Би-Кью представляет серию смартфонов Би-Кью Мэджик. Новейший восьмиядерный процессор, мощная батарея, яркий безрамочный экран, бесконтактные платежи. Би-Кью Мэджик. Создан, чтобы впечатлять. От 5 990. Ну что, всем привет! Не ждали, не ожидали, наверное, вы даже не знали, что есть у Самсунга линейка с индексом M. И сегодня я вам готов презентовать новый Samsung Galaxy M21. Наверное, все из вас знают такие телефоны, как Samsung A50, A30, может быть, A51 кто-то новый купил, A10. А вот линейка M мало кому известна. И в основном эти телефоны продаются через онлайн, с минимальной наценкой и с очень классными характеристиками. Конкретно этот телефон выделяется, наверное, среди остальных своей огромной батареей. Здесь аккумулятор, внимание, на 6000 мАч. То есть это один из самых автономных телефонов Samsung на данный момент. Если не самый автономный. Я думаю, что с ним можно будет ходить 3-4 дня, не заряжая телефон. То есть сейчас современные смартфоны все-таки стараются в батарею пойти. Многие производители забили на толщину, на вес. Они стараются реально сделать как можно больше батарею. Потому что батарея продает телефон. Люди хотят автономность. Все хотят. И малый, и старый, и младый, и старый, и девушки, и мальчики. Все хотят большую батарею и хорошую автономность на своих устройствах. Конкретно этот телефон буквально пару дней назад вышел в России. Это новинка. Продаваться только начал. И сейчас его официальная цена составляет, внимание, как вы думаете, сколько? Я вам лишь скажу, что он стоит дешевле, чем Galaxy A50. Дешевле, чем Galaxy A51. Дешевле, чем новый Galaxy A31 и Galaxy A41. Можно сказать, что это бюджетный Samsung. У меня здесь есть чек, ребята. Хватит думать и гадать. Время вам всю правду рассказать. Телефон этот стоит 16 тысяч рублей. Давайте посмотрим на этот чек, что он из себя представляет. Смартфон Samsung Galaxy M21. С диагональю 6,4 дюйма на 64 гигабайта. Цвет green, что в переводе на русский зеленый. Exynos 9611, 4 гига памяти. Full HD плюс разрешение. Супер AMOLED матрицей. Поддержка LTE. Камера 48, плюс 8, плюс 5. Плюс 20 мегапикселей фронталка. 6000 мА батарея. И Android 9. Давайте же смотреть и открывать этот телефон. Кстати, линейка M не такая хайповая, как линейка Galaxy A. Поэтому не во всех магазинах вы сможете купить этот телефон. Его придется поискать. Но я считаю, что за свои деньги это одно из самых лучших и самых выгодных предложений Samsung на данный момент. У него установлен такой же процессор, как у Galaxy A51. Но при этом стоит он на целых 4000 дешевле, чем Galaxy A51. И батарею имеет на 2000 больше, чем Galaxy A51. Давайте смотреть, что идет в комплекте. Вот он, сам телефон. Здесь нам показано, что у нас за дисплей. У нас Infinity-U дисплей. Не Infinity-O, а Infinity-U. Это значит, что у нас здесь используется капля. Да, это как бы тренд прошлого года. Сейчас все стараются делать отверстия на экране. Ну и что? Я как бы к капле отношусь нормально. Ничего страшного в этом не вижу. Трипл камера. Задняя тройная камера. Да, не четверная. Но с другой стороны, трех камер тоже должно хватить. Дальше 6000 мА батарея. Вот в этом вообще у него конкурентов нет. Я сейчас даже не могу вспомнить на вскидку телефонов с такой большой батареей. И смотрим на этот необычный классный цвет. Зеленый цвет называется. Он не совсем зеленый. Он такой зеленовато-синий, изумрудный. Но очень красиво смотрится. Вот такой вот очень красивый, необычный цвет. Задняя крышка, кстати, сделана из пластика. Телефон все-таки бюджетный. Они не стали добавлять сюда какие-то премиальные материалы. Камера практически не выпирает из корпуса, что мне очень-очень нравится. Есть стандартный сканер отпечатков. Как я по нему соскучился. Сейчас все его убирают, делают в экране. Здесь же он на задней крышке. Как в старые добрые времена. Присутствует разъем для наушников. Присутствует разъем USB Type-C для зарядки. Динамик, микрофон. Справа кнопка включения и регулировки громкости. Вверху еще одно отверстие для микрофона, для шумоподавления. И слева у нас лоток для сим-карт. По толщине могу сказать, что да, телефон достаточно толстенький и достаточно тяжелый. Это неудивительно. 6000 мА аккумулятор. Приходится немножко жертвовать ради него чем-то. В конверте у Samsung присутствует документация. Да, вот какие-то книжечки, гарантийные талоны. В общем, ничего интересного нету. Распаковывать его не буду. Также у нас в коробке есть быстрая зарядка, которая способна зарядить достаточно быстро ваш телефон. Зарядка у нас на 15 Вт. Не очень быстрая. Дальше. Есть скрепка, чтобы открыть сим-лоток. И есть кабель USB Type-C белого цвета, чтобы зарядить ваш телефон. Смотрим, что здесь за сим-лоток. Можно ли сюда установить все и сразу. И да, здесь лоток 2 плюс 1. То есть он поддерживает установку двух одновременно сим-карт формата nano и еще флеш-карты формата microSD. Хорошее, хорошее расположение. Включаю телефон. Посмотрим, как он включается. Должен примерно с той же скоростью работать, как и Galaxy A51. Потому что железо полностью совпадает. Память такая же. Процессор абсолютно такой же. Exynos 9611. По скорости он должен быть прям клон. Galaxy A51. Более дорогого. Итак, начало. Нужно мне сейчас будет настроить телефон. Пройти первоначальную настройку. Выбрать язык. Войти во все свои аккаунты. Потом что еще. Вставить сим-карту. Понятное дело, это все на всех телефонах присутствует. Обратите внимание на дизайн. Имеется подбородок внизу. Ну, у кого он, с другой стороны, сейчас не имеется. Все-таки, да, он немножко по дизайну походит на прошлогодний телефон. Капля, подбородок чуть больше, чем у современных телефонов. Но этот телефон не про дизайн. Он именно про характеристики, про огромную батарею. Не самый он, конечно, роскошный по дизайну. Но все равно смотрится так интересно в этом цвете. Особенно вообще прям глянцевый пластик. Такой прям приятный на ощупь, знаете. Гладенький вообще, офигеть. И, кстати, отпечатки на нем не так сильно видны, как на черном бы варианте или на каком-то темно-сером. Все-таки здесь цвет такой... Знаете, вот он больше не зеленый, он больше реально какой-то голубоватый. Я бы его назвал голубой, а не зеленый. Итак, телефон я настроил, и первое, до чего я добрался, это отпечатки пальцев. Обратите внимание, что здесь палец добавляется не просто прикладыванием и убиранием пальца, потом то же самое. А здесь нужно как бы провести. Вот так вот он просит, чтобы я провел пальцем. То есть вот так вот провел. И зарегистрировать можно только пять, ой, три, три пальца. Не пять, как обычно, как у всех телефонов. А всего лишь три отпечатка. Вот это очень удивительно. Обычно пять. Здесь же всего лишь три. Также я зарегистрировал свое лицо. Есть распознавание по фронтальной камере. Вы видите, сейчас как раз-таки эта функция работает. Распознает он нормально. Сейчас уже все, даже бюджетные телефоны, научились это делать быстро и незаметно. Также проверяем сканер сразу с пылу, с жару. Прикладываю палец, и телефон тоже разблокируется. Правда, сканер здесь не очень удобный, потому что он не утоплен в корпус. Его нащупать достаточно проблематично. Нужно было его больше утопить, и тогда бы палец прям сюда автоматически ложился. Но ничего, такая проблема есть на многих телефонах Samsung. Значит, вот так выглядит рабочий стол. Здесь установлены какие-то уникальные обои, которых я не видел в других телефонах Samsung. Это, видимо, такие специальные для линейки M. Вот с такими здоровыми пузырями. Есть предустановленные приложения от Яндекса. Почта Mail, Яндекс.Дзен присутствует. Это также присутствует на многих телефонах Samsung. Установлен, кстати, здесь Android 9, по моему такому непонятному какому-то стечению обстоятельств. А, нет, смотрите, десятка. Почему-то где-то было указано в чеке, что Android 9. На самом деле я уже испугался, думаю, ну какого фига здесь установили девятку старую, когда это новый телефон только вышел. Нет, все нормально. Android 10 установлен. И One UI новая, 2.0. Также этот телефон поддерживает обновления по воздуху. Можно заходить в сведения ПО. Точнее, не сюда, не сюда. Нужно заходить в обновление. Обновление ПО. Сейчас я подключусь к Wi-Fi. Может быть, он новую прошивку уже найдет. Итак, Wi-Fi подключен. Заходим в обновление. Сейчас посмотрим. Соединение с сервером идет. И ну-ка, 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 Samsung, давай. Я знаю, что он много выпускает. Samsung такой производитель, что он любит выпускать обновления для своих телефонов. И вы не останетесь наедине со своими багами, со своими лагами. Samsung их быстро исправит. Ну да ладно, давайте попробуем сравнить этот телефон, Samsung Galaxy M21, с его конкурентами. Давайте начнем с прошлогоднего Galaxy A50. Как они смотрятся рядом друг с другом. Итак, ну вот, собственно говоря, как смотрятся две этих мобилки друг с другом, рядом с друг с другом. Честно говоря, очень они сильно похожи, очень напоминают. Вообще у Samsung уже прослеживается какой-то свой фирменный стиль. По рамкам могу сказать, что реально плюс-минус одинаково. Такое чувство, что взяли корпус прошлогодний от Galaxy A50 и перенесли его в новый Galaxy M21. Но по весу и по толщине, конечно, чувствуется, что Galaxy A50, он немножко поизящнее, он полегче, он потоньше. Сзади они отличаются. Обратите внимание, у этого Samsung более такая массивная камера, хотя и там, и там по три объектива. Здесь есть сканер, здесь сканера нет. И логотип у M21 перенесен вниз, а у A50 он вверху. Ну, напишите в комментах, какой вам больше нравится. Мне кажется, что они реально очень сильно похожи. Следующий телефон, с которым мы сравним Galaxy M21, будет Galaxy A30s. Тоже интересная мобилка. A30s, конечно, проиграет по характеристику новому M21. По характеристикам он немножко слабее, но опять-таки по внешнему виду, по толщине, по весу он ощущается как более легкое, более такое невесомое стильное устройство. И по дизайну, честно говоря, мне больше нравится Galaxy A30s. Обратите внимание, здесь какие дизайнерские элементы, какие-то треугольники, геометрические линии, разный цвет под углами. Смотрится классно, классно и по дизайну, да, все-таки Galaxy A30s, он стоит сейчас дешевле, чем этот телефон. Его можно купить там буквально за 12 тысяч рублей, он подешевел серьезно-таки. Ну и давайте глянем, как они выглядят спереди оба телефона. Я вижу, что у Galaxy A30s более плавная капля, чем у M21, уже все путаю. А нижняя рамка совпадает, нижняя рамка примерно одного и того же размера, долго подгружается у меня A30s. Ну да, отличие спереди, только я вижу лишь в разном оформлении капли. Кому-то нравится более плавная, кому-то наоборот вот такие вот как прыщ. То есть, ну вот так вот они рядом смотрятся. По габаритам они тоже очень-очень похожи. Все телефоны Samsung примерно имеют один сейчас размер. Ну и последний, наверное, самый главный конкурент этого телефона, это новенький A51, который тоже вышел в 2020 году. Стоит сейчас 20 тысяч рублей. Наверное, самый популярный телефон Samsung. Очень он мне нравится. У меня он очень красивым белым цвете, обратите внимание. Ну он, да, мне тоже нравится он больше по дизайну. Именно Galaxy A51. И давайте его запустим. Также здесь вы видите, что уже 4 камеры, в отличие от 3 камер на этом телефоне. Ну и давайте я его сейчас включу, и вы посмотрите, насколько спереди все-таки A51 выглядит круче. Но зато обои! Обои на M21 просто топовые. Мне очень нравятся такие красочные, яркие, интересные обои. Ну по габаритам опять мы видим, что плюс-минус одинаковые телефоны. Реально сейчас все телефоны Samsung, независимо от их индекса, дешевле они, дороже они. Они все примерно имеют один и тот же размер. Мы видим, что рамки уже у Galaxy A51 намного меньше. Давайте на белом фоне. Это особо заметно. Вот эта нижняя рамка особо заметна, что раза в 3 она меньше у A51. Также у A51 используется уже дырка, отверстие в экране. Здесь еще капля. Ну и A51 он тоже легче, он тоже тоньше, но в то же время он дороже, у него меньше аккумулятор. Вот. Кому-то это, для кого-то это будет минус. Все, сравнение провели. Теперь давайте переходить конкретно к M21. Что мы здесь имеем по экрану? Я думаю, вы уже поняли. Диагональ 6,4 дюйма, Super AMOLED матрица и разрешение Full HD+. Теперь, что касаемо характеристик. И здесь нас встречает Exynos 9611. Восьмиядерный процессор, состоящий из двух кластеров. Из четырех ядер Cortex-A53 и четырех более мощных ядер Cortex-A73, которые имеют еще и повышенную частоту в сравнении с ядрами Cortex-A53. Техпроцесс 10 нанометров. Вполне себе неплохо. Современный техпроцесс. Видеоядро у нас от компании Mali. Это видеоускоритель Mali G72. Ну и памяти у нас 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти. Между прочим, у телефона есть NFC. То есть мы можем оплачивать свои покупки бесконтактным образом. Либо с помощью Samsung Pay, либо с помощью Google Pay. Ну а сейчас, ребят, мы чекнем, сколько вся эта мощь может набрать в тесте Antutu. Я думаю, примерно от 150 до 200 тысяч баллов. Итак, ну а результат ожидаем. 171 тысяча баллов. Не так уж и много, но для телефона за 16 тысяч, я думаю, пойдет. И во время теста телефон у нас... Так, что он мне тут предлагает нажать что-то? Телефон у нас нагрелся всего лишь на 0,9 градуса. То есть даже 1 градус не нагрелся, очень слабо греется. И батарея упала на 2% за время теста. Ну а сейчас поставим троттлинг-тест на 15 минут. Ну вот, что и требовалось доказать. Смотрите, троттлинга практически нет. Все время в зеленой зоне. Процессор такой вообще не подверженный троттлингу, нормально себя показывает. Давайте посмотрим, как этот телефон справляется с одной из самых тяжелых игр. Это PUBG Mobile. Так, а вот PUBG у нас, значит, запустилась. Знаете, что-то подлагивает. Первый раз такое вижу, что прям, ну реально как-то подлагивает. Не хватает, что ли, видеоускорителя. Так, не особо плавно идет, но идет. Вот, если смотреть вниз или в небо, да, тогда картинка плавная. А если вот смотришь вперед, когда все это отображается, отрисовывается на экране все эти объекты, то уже картиночка не особо. Так, я взял пистолер, пистолер и патрончики. Пистолер и патрончики. Ну-ка, на ком бы это испытать, мой пистолетто? Давайте побежимся сюда. Посмотрим. Нельзя сказать, что это прям игровое железо, что это игровой телефон. Нет, он, можно сказать, скорее обычный такой. Для обычных задач, для среднестатистического человека. Не для геймера. Хотя поиграть можно при желании. Откуда стреляют? Откуда шмаляют? Кто где? Вася, вы где? Смотрю, слышу, что стрельба какая-то дикая идет. Прямо как будто возле меня, а никого не вижу. Ну где же ты? Где он есть-то? Что-то вообще ничего не понимаю. Откуда меня стреляют? А, вон он. Вон он где. А там кто? А, вон он, издалека стреляет. Смотрите. Есть. Одного подбил, второго подбил. Ну да, знатно, знатно так подлагивает. Игрушечка прям знатно так лагает. Не особо комфортно. Надо будет снижать настройки качества графики. Либо снижать разрешение на самом телефоне. Теперь побазарим за камеры. Камеры здесь 3, 48, 8 и 5 и 20 мегапикселей камера фронтальная. Что это за камеры такие? 48 мегапикселей это основной объектив, 8 мегапикселей это широкоугольный объектив и 5 мегапикселей это у нас получается объектив специально для вот этого портрета. Портретные фотки, макрообъектива здесь нет, в отличие от того же Galaxy A51. 20 мегапикселей это у нас фронталка. В каких форматах записывает телефон видео? Напоминаю, Galaxy A51 умеет записывать 4К. Смотрим сколько этот телефон умеет записывать. Он тоже умеет записывать 4К на основную, а на фронтальную. А на фронтальную не может. То есть, например, A51 может и так и так 4К, а этот только на заднюю 4К умеет писать. Стабилизация видео присутствует, но она электронная, естественно. Давайте сейчас сделаю пару фотографий, видео запишу и покажу, что значит по качеству этого телефона. Субтитры сделал DimaTorzok Основная камера, очень сильный ветер, очень сильный ветер сегодня. Вот так снимает основная камера на телефоне Galaxy M21. А это пример записи видео с фронтальной камеры. 20 мегапикселей Full HD. Йоу, 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 йоу. Чики-бомбони, чики-бомбони. И очень-очень печальная фронталка, когда становится темно. Она очень плохо начинает снимать, но и как на всех телефонах. Не только у Samsung такое. Ребят, ну что, сейчас пофотал на этот телефон и могу сказать, что качество реально неплохое. То есть я реально удивлен. И нормально фото это ширик. Основная камера вообще шикарная. Даже в искусственном освещении. Вот я фотал кота, все четко. Я увеличивал, там видно каждую волосинку. Единственное, конечно, фронталочка при плохом освещении уже подводит. Подводит, уже подводит. Но это нужно понимать, что крайне мало телефонов в плохом освещении могут выдавать нормальные фотки. То есть за эти деньги это, наверное, отличное решение в плане фотовозможностей. Естественно, все люди будут пользоваться в основном обычной камерой. И здесь нужно переключаться все время. Для режима 48 мегапикселей нужно выбирать вот этот режим 3x4H. 3x4H. Так, это не то, это фронталка. Вот, на основную камеру 3x4H 48 мегапикселей, видите? Если вы будете просто 3x4H делать, это будет 12 мегапикселей. То есть здесь нужно всегда переключаться, переключаться. Тогда у вас будет фотка много занимать, зато будет все супер детализировано. Например, вот я сейчас сфотою вот эту вот коробочку на расстоянии примерно метра. Фотка идет 48 мегапикселей, долго сохраняется, потому что объем кадра получается большой. И смотрим. Оба-на! И все видно вообще идеально. Каждую буковку видно на таком расстоянии. Сколько зато весит такая фотография? Давайте посмотрим. А весит она больше 10 мегабайт. 10,78 мегабайт. Самое обалденное, безусловно, это аккумулятор на 6000 мАч. И у вас еще есть выбор, как его использовать. То есть вы можете зайти в режим питания, включить либо оптимизированный режим, либо режим экономии. Режим экономии включается, он такой щадящий, убирается яркость, ограничивается частотой CP до 70%. То есть немножко у вас даунгрейдится как бы процессор, чтобы не потреблять много энергии. Ну, либо максимальный режим. Максимальный режим это просто телефон превращается в обычную звонилку кнопочную, где можно только позвонить, отправить смс-ки. Смотрите, сколько всего здесь отключается. Все отключается практически. Черно-белый экран становится. Ну, как, не черно-белый, а практически черный. Сейчас покажу. И зато в таком режиме он очень-очень долго может прожить. Вот, все. Вот, собственно, и все. Вот такой вот телефон у меня получился в суперэнергоэффективном режиме. И я думаю, если куда-то отправиться в поход и перевести телефон в этот режим, я думаю, он и неделю проживет, и даже и 10 дней проживет. Что говорить, у моего приятеля Redmi Note 4X, у него батарея 4000 мА, он с ним в походе 10 дней смог проходить. А у этого 6000 мА и суперамоледэкран. То есть он энергоэффективный. То есть я думаю, что он реально, блин, больше 10 дней даже может в походе где-нибудь продержаться. Ну, естественно, если вы не будете в него постоянно залипать, да. Ну, а сейчас послушаем музычку. Как этот телефон воспроизводит музыку со своего динамика. Делаем максимальную громкость. Запускаем трек. Давайте перевернем вот так. Макс, громкость. Динамик здесь один. Звук не стерео. Звук идет только из нижнего динамика. Звук идет только из нижнего динамика. Ну, что я могу сказать по поводу услышанного. Громкости хватает. Качество. Не хватает басов немножечко. Не хватает басов. У тех же Redmi немножко басовитее. Приятнее звук. Приятнее. Такой бархатный. Например, у того же Redmi Note 8T, Note 8 Pro. Ну, у Note 8 Pro, кстати, похуже даже, чем у Note 8T. Ну, здесь звук вот по пятибалльной шкале на 4 с минусом. 4 с минусом вот между хорошо и удовлетворительно. Вот примерно так. В итоге, ребята, какой вывод можно сделать? Смотрите. Телефон получился суперинтересным. Он в себе сочетает все, что нужно современному пользователю. Хороший дизайн, большой аккумулятор, NFC, нормальный приемлемый прайс, большой, как бы, сам телефон, да, удобно смотреть видосы. Но это я уже сказал, большой экран. Также нормальный процессор, который, в принципе, дает вам возможность и поиграть, и дает вам возможность все быстро открывать. То есть он не тормозной. Достаточный объем памяти. То есть это не какая-то урезанная версия, где там 2.16 по памяти придется все время экономить. Нет, здесь уже по-царски 4.64, да плюс, если вам не хватит, вы еще и флэху вставите. По факту телефон без минусов. Без минусов серьезных. Единственное, что вот этот подбородок, может быть, кому-то не понравится. Но, блин, это как бы пока что вот так, к сожалению, да. Пока что к этому серьезную придираться, я считаю, не стоит. Если бы он стоил там 70 тысяч, я бы уже, конечно, вообще посмеялся над этим подбородком. Но он стоит, блин, 16 тысяч. То есть это как бы бюджетник. Поэтому дизайн такой. Вот. Ну и как бы, знаете, в целом он мне очень понравился. Вот особенно батарея, да. Мне интересно вот прям протестить в активном режиме, сколько он может продержаться. Чтобы его прям вообще и в хост, и в риву, сколько он продержится. Вот 2-3 дня он продержится вот при таком режиме. Вот. Все. Буду прощаться с вами. Это был Galaxy M21. Запомните этот телефон. Потому что, мне кажется, он будет популярен. Во всяком случае, если... Я его, наверное, потом еще сравню с A51. А51 дороже, красивее, но при этом он немножко в чем-то и проигрывает даже M21. Все. Всем чао. С вами был Дима. Ставьте лайки, подписывайтесь. Это был Galaxy M21. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok